Брать какую-то сторону, я считаю, что Молдова не должна, мы нейтральная страна в военном плане. Мы осуждаем войну. Мы считаем, что война должна быть... Мы считаем, что войну нужно заканчивать как можно быстрее путем переговоров. Кто начал войну? Мы не поддерживаем позицию молдавского сейчас официального, официального мордового экспозиции, который говорит, что нужно воевать дальше, только на поле боя и так далее. Мы считаем, что это неправильно. Нужно договариваться. Кто ее начал? Слушайте, я выскажу свое мнение, вы сейчас скажете, что это пропаганда и так далее. Мы видели, что происходило с Майданом в Киеве. Мы видим, что происходило, к сожалению, были на Донбассе, я там не был, на Донбассе и так далее. Я думаю, что все стороны в этом виноваты. Подождите, вы говорите о событиях внутри Украины. Кто начал, кто ввел войска в Украину? Как вас зовут? Ирина. Ирина, давайте я буду заканчивать мысль. Я понимаю, чего вы добиваетесь. Послушайте мою позицию. Я добиваюсь ответа на свой вопрос, прямой. Кто ввел войска в Украину? Ирина, там все стороны виноваты в том, что произошло на Украине. И русский язык где в Молдовии запрещают? Закрывают русские школы сейчас. Поменяли законодательство, чтобы не было на двух языках. А у нас раньше было на двух языках. Не второй государственный, а именно язык межнационального общения. Так запрещают где говорить? У нас поменяли законодательства. И если раньше документ оборот и так далее был на двух языках, сейчас это снимают. Закрывают русские школы. Я просто не могу понять, в чем проблема. Кому-то запрещают говорить? Проблема в том, что если мы говорим о европейских ценностях, вот европейские ценности, есть хартия европейская, которая гарантирует общение и на других языках. Кому запрещают в Молдове общаться на русском языке? У вас есть случаи, когда идет человек по улице, и ему запрещают говорить, нет, не говори на русском, и арестовывают? Нет, такого нет, не может быть. Продолжение следует...